привет привет обладателям skoda сейчас заехала skoda fabia 1 также это видео будет распространяться под skoda felicia знаем двигатель грубо говоря такой же штука 1 и 3 здесь 1 и 4 8 клапанный двигатель значит но приехал человек с проблемой течь масло там оттуда отсюда давай разбираться клапанную крышку снимаю для замены собственно говоря прокладки клапанной крышки кому интересно под таким номером фирмы виктор рейнс но вообще видео будет посвящено регулировки клапанов потом клапанную крышку как снимать никому не секрет до 2 гаечки открутили и вперед 1 1 и снаружи так помыл конечно конечно масло тут не сильно ахти вот снаружи помыл сейчас помоем еще внутри саму крышечку так значит что делаем дальше модуль я снял то для своих целей в принципе тут можно конечно попытаться найти метку верхней мертвой точки но на fabia по крайней мере это неудобно поэтому мне проще сделать по-другому я снял модуль выкрутил свечи во первых легче будет крутить во вторых будем ловить по цилиндрова наши цилиндры вообще здесь существует скажем так два способа регулировки то есть можно в два приема отрегулировать то есть выставили в мт первого цилиндра регулируем впускной 1 впускной 2 выпускной там какой-то по моему 3 минуту надо смотреть вот в общем 4 клапана регулируем так потом делаем оборот по коленвалу и 4 клапана оставшихся регулируем значит нам здесь для регулировки нужна отвертка прямая видим да и ключик на 11 естественно это все регулируется на холодном двигателе 20 градусов плюс минус 5 ну моем случае я вот вывесил автомобиль колесо у нас видим вращается включили пятую передачу и и теперь проворотом колеса выставляем двигатель по первому цилиндру а в точности это будет выглядеть приблизительно так значит с выкрученными свечами мы можем старым дедовским способом поймать рабочий такт на точнее так сжатия на определенном цилиндре то есть при помощи отвертки ловим какой поршень у нас идет к верху в частности начнем с первого так удобнее будет вот папа видим отвертка дернулась вверх теперь вставляем свечное отверстие палец и продолжаем крутить по ходу слышим шипит значит это есть так сжатие первого цилиндра но и тут уже ловим именно конкретно в мт вниз пошел чуть назад папа опять вниз все поймали верхняя мертвая точка по первому цилиндру значит в чем суть данного мотора особенность конструктивная значит в данном моторе так как у нас видим коромысла с регулировкой да с регулировочными болтами так у нас у там от есть гидрокомпенсаторы они же толкатели и и толкатели объединены единое с гидрокомпенсаторам то есть что необходимо как необходимо регулировать в данном случае зазоры тут вообще по идее не нуждается в регулировке зазоров но если вы туда лазили что-то промывали что-то делали или решили убедиться правильно ли все здесь выполнено значит необходимо провести следующую операцию вот допустим чтобы вам нагляднее было по четвертому цилиндру покажу значит за колесо крутим ловим так сжатие 4 цилиндра о задуло теперь вставляем отвертку и ловим именно конкретно в мт остановилась низ пошло чуть назад все верхняя мертвая точка по четвертому цилиндру естественно они у нас задавлены оба потому как компенсаторы поджимают значит в регулировку данного двигателя что включает себя регулировка отпускаем контрагайки на 11 берем полностью выкручиваем регулировочный болт до появления зазора видим зазор да у нас появился все а теперь до легкого соприкосновения откручиваем значит крутим 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 чтобы у нас зазора не было вообще все вот прикоснулся вот только-только вот сейчас вроде чуть-чуть пытается зазорчик быть вот прикоснулся после чего делаем два полных оборота винта запоминаем как у нас стоит отвертка видим да вот пол оборота оборот полтора два все и в вот видим зазор я надеюсь понятно да объяснил то есть выкручиваем у нас внизу компенсатор гидрокомпенсатор он же толкатель здесь регулировка так все подкручиваем до того момента пока не выберем наш зазор о все зазора нет и делаем два оборота винта пол оборота оборот полтора а тут чуть-чуть на гаечка мешает и вот два все в этом положении зажимаем контрагайку все все отлично также продолжаем регулировать остальные наши цилиндры которые собственно говоря я и отрегулировал 134 вот сейчас 2 еще предстоит мне сделать и все на этом регулировка окончена то есть вот такая вот особенность регулировки скажем так подвода в рабочее положение гидрокомпенсаторов потому как знаем если у него будет в определенной зоне недохода или перехода скажем так недожима или пережима то есть естественно у нас рабочий цикл собьется и будет фазы немножко не те соответственно тяга и расход не будет соответствовать норме если не брать в учет допустим общее техническое состояние двигателя регулируем собираем заводим так как у нас клапанная крышка алюминиевая очень нежная видим тут уже чем-то ее заделали герметик по моему герметиком замазывали видимо лопнула с ней нужно быть очень аккуратно крепление конечно всего на двух болтиках поэтому сильно не рвем не тянем значит что необходимо увидим отверткой чуть подтянул усилием руки вот так класс хватит далее берем молоток вот так по краям чуть просаживаем и после чего можем еще немножко поджать вот так все больше не надо хорош вот это хорошее усилие руки мы можем если рука болит или еще что накинуть вороточек ну совсем-совсем вот так вот смотрим не видно на камеру вот грубо говоря вот совсем чуть-чуть так клац клац все больше не тянем наши патрубки отвода каративных газов кидаем декоративный кожух модуль свечи передачу не забываем выключить после наших проворотов запускаем и а 7 Продолжение следует...